Так, ну что, сегодня у нас воскресенье, 8 сентября. У нас прям резко с 1 сентября похолодало. Я сейчас иду, ветер очень прохладно, прям, ну, блоков-то все-таки взять. А Коля мне договорил, говорит, там жара. Ой, сейчас вам покажу классный мурал, который у нас нарисовали, прям рядом с нашим домом, на перегрестке Береговой и Чехова. У нас вообще в Ростове очень много разных красивых картин нарисовано. У нас тут талантливые художники. Ростов вообще считается город всяких муралов, надписей на домах. Добро начинается с семьи, год семьи. И вот такой вот красивый-красивый на всю стену дома. Дом, получается, здесь четырехэтажный. Такая вот чудесная счастливая семья. Плохо видно? Ну вот как-то так это выглядит, очень симпатично, мне нравится. Девушка, конечно, больше похожа на испанку какую-то, с кучерями-волосами, но выглядит, конечно, все очень симпатично. Вообще нарисовано все. Прям классно. И вот эти вот многоэтажки, как они называются? Жилой комплекс, два капитана. Когда я сюда приехала год назад, он еще был на этапе фундамента. Сейчас уже на этапе раз-два-три-четыре-пять-шесть, шесть или семь этажей уже сделаешь еще. Сюда пойдем или туда, Коль. И вот такой тут еще при спуске на набережную российские студенческие отряды. Прям как в советское время. Нарисовано очень красиво. Росмолодежь. Преподдержки фонда. Очень красивые такие фотографии, ой, рисунки. А это, наверное, кто рисует. Создай отряд. А, созидай в отрядах, Господи. Мы, Коль, идем на рынок. Хотим посмотреть, там есть пирсики. Коля говорит, даже клубника появилась. Не знаю, какие-то газетические фрукты разные. Посмотрим, что нам надо зайти, читай город. Леня, контурные карты посмотреть. Вот, ну и вообще погулять у нас у меня классная погодка, только ветер. Какой-то такой прям холодный. Надо голоса этих погодком не оставить. Ну это мы в тенечке чуть-чуть. Так, пришли в читай город. Очень много всего. Но именно тех контурных карт, которые нам нужны, почему-то нет. Куча других. Географии есть. А на наших, красных таких, почему-то нет. Вот такие в прошлом году они брали. Посвящение. Может подойдет, фиг узнает. Так, и вторая коробочка называется вот так. Holiday Look. Давайте вместе с вами посмотрим, что же в ней было. Так, а салицинк, очищающая маска с полосками, усиленная формула салициловой кислотой и каламином. Удаляю черные точки. Классная, наверное, вещь, но сына я вряд ли заставлю пользоваться такой штукой. Так, вот такой вот от чистой линии криогель для лица. Утро без отеков. Розовое алоэ плюс кофеин. Интересная. Так, потом сыворотка флюид для сухих волос невесомая от Тресомы. Интенсивное линии питания. Вот такая вот. А потом опять от черного жемчуга. Средство для снятия макияжа с лицоглаз и губ. Тоже из этой же серии, как и спрей. С гиалуроном, коллагеном и центеллой. Класс. Протестируем. Так, следующее, что здесь было, это вот такой вот дейзик от Рексона. Тоже у меня есть сейчас такой в использовании. Кстати, классный, да. Потом мультикрем для лица и век. Вот так вот он выглядит. Оставлю тоже его себе. Интересно. Попробовать так от бархатных ручек. Вот такой крем флюид. У меня такой розовенький был. Попробуем еще такой. С нотками жасмина. Потом миниатюрка от Клея Скраба для кожи головы. У меня тоже такой был. Так, вот да. Шампунь интенсивное восстановление. Пригодится. Так, и декоративка самая интересненькая. Это такой вот карандаш. Спектрум. Вот Influence Beauty. В таком красивом коричнево-золотистом цвете. Он гелевый. Довольно пигментированный. Эмпатичный, да. Ну, и, конечно, палетка. Палетка Vivienne Sabo. У меня такая похожая есть. Только в другими цветами. В другой серии. Но точно в таком же оформлении. Эти красивые здесь осенние цвета как раз. Очень красивые. Тени у Influence Sabo неплохие. У меня уже много разных было. И здесь мне нравится бордовый, золотистый. Хорошая палетка, да. В общем, состав мне понравился. И декоративка, и вот это вот средство. И для волос есть. И крема всякие. И маска. Вот такая вот. Ну, вообще, неплохой составчик. Мне понравилось, да. Макияжный болталок. 300 лет. Я уже даже не помню, когда в последний раз такое снимала. Наверное, еще зимой. Что? У нас началась осень. 3 сентября. День прощаний. Вчера был сегодня 4 сентября, да. У меня сегодня второй выходной. Вечер. А я собираюсь погулять с дочкой. Она, правда, так и не ответила мне. Приедет она в центр. Или мне ехать к ней туда, на Вересаево. В общем, она еще не определилась. Ну, и пока она не определилась, я решила пока поболтать с вами. Тем более, есть что рассказать, есть что обсудить. Надеюсь, вам хорошо слышно меня из-за микрофона, потому что здесь вокруг меня очень много шумов. Коля тут спит на фоне. Потом стройка идет тут непрекращающаяся. Я окно не могу закрыть, потому что у меня будет духота. Жара у нас, как обычно, продолжается. Еще весь сентябрь, скорее всего, будет жар. Так, ну и заодно мы с вами протестируем вот такой вот тинт новый от Event Sobo, который я брала подружки. Тититинт называется. Название такое у него интересное. Тититинт. Вот. Ну и приступим к макияжу. Значит, сынок пошел в новую школу. Я, конечно, очень переживала. Последние недели августа для меня были крайне волнительные. И когда приехала с Краснодара 27-го, по-моему, понедельника, я пошла сразу в школу узнавать, в какой же все-таки нас класс зачислили. И как раз в приемной у директора сидела наша классная. Она ведет у них русский литературу. Я с ней пообщалась. Вот. Она сказала, что приходите завтра с сыночком уже, познакомимся с ним заодно. Но у них небольшой класс. Там всего что-то 22 или 23 человека. Хорошо, у нас маленькая школа. Меня это очень-очень радует. Я не люблю подошвать. Очень много классов. Очень большая школа. И она не сможет уделять всем внимание, так скажем, ученикам. А так она более-менее, я думаю, что сможет как бы уделить ему хоть какое-то большее внимание, чем другим детям. Вот. Но в классе у него в основном все небольшого роста. Он у меня очень высокий мальчик. Я вот по этому поводу, конечно, переживаю. Потому что я думаю, что хотя бы в этом классе будут высокие мальчики. Но что-то как-то нет. Не особо по фотографии, судя. Он опять будет самый высокий в классе. И самый первый, наверное, по физкультуре. Вот. Значит, он уже сходил, получается. Сегодня он в четвертое, да? Два дня они уже учились. И 2 сентября у него был классный час. Как у всех, собственно, линейку у нас отменили. Не было линейки. Вот. Ну, пока впечатления не очень понятные, честно говоря. Вот. Но зато с классной, слава богу, я нашла общий язык. Меня это очень-очень порадовало. Мы с ней хорошо пообщались, когда я пришла к ней на следующий день с сыном вместе. Сын помогал там библиотеке таскать учебники. Как раз он получил учебники. И помогал там по классам их растаскивать. И я с ней хорошо пообщалась. В то время я рассказала ситуацию, почему нам пришлось переехать, почему, в общем, что ребенку очень тяжело будет адаптироваться. Он у меня не особо контактный. Мальчик замкнутый довольно ребенок. Поэтому он тяжело находит общий язык с другими людьми. Вот. Но она сказала, не переживайте, все будет хорошо. И что мне нравится, в отличие от нашей предыдущей классной руководительницы, она сразу же, сразу же отвечает. Если есть какие-то вопросы в WhatsApp, практически через 10-15 минут она сразу отвечает. Хотя я знаю, насколько загружены учителя, особенно классный руководитель. Но она сразу отвечает по любому вопросу. Говорит, не переживайте, можете звонить мне, писать в любое время. В общем, действительно, контакт идет хорошо. Вот. Она средних лет, где-то моих, где-то 40, ей, может, 40 с чем-то. Так что мне она понравилась. Надеюсь, что этот класс, мы будем нормально с ней общаться, и все будет хорошо. Потому что рост и литература, конечно, очень-очень важны. И это из тех предметов главных, которые нужно будет сдавать ОГЭ. А ОГЭ будет дополнительная подготовка, она сказала, если кому-то нужно. Платно там будут какие-то занятия для детей некоторых. Я хочу и по русскому, и по алгебре, чтобы у него были дополнительные занятия. Как раз подготовка к ОГЭ. Вот. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Так, надо, наверное, приступать к макияжу. В общем, вот такой вот консилер. Коллаген от Фаберлик мне очень-очень нравится. Я в последнее время фактически только им и пользуюсь. Так, как же я съездила в Краснодар? Я вам, конечно же, не рассказывала. Я очень рада, что я съездила, развеялась. И еще раз, еще раз убедилась, что все-таки Краснодар – это не мой город. Вот Ростов, да. В Ростове, когда я приезжаю сюда, я прям, у меня душа ликует. Я раньше не понимала этого, честно говоря. Ну, когда ты приезжаешь в определенное место, и тебе не то что доставляет это удовольствие, а ты не хочешь отсюда уезжать. Вот у меня раньше так было с Ростовом. Кстати, уже совсем скоро, в начале октября будет целый год, как я уже переехала. Вы представляете? Я вот думаю, что делать отдельное видео. Своё мнение о переезде в Ростов. Стоит ли переезжать? Ну, не знаю, еще пока думаю. Я, может, не такой знаток города. Все-таки я живу в центре. Практически нигде не бываю, кроме центра. И я просто влюблена в центр Ростова. Это вот прям мое-мое, как говорится. Да. Так что я не знаю, еще может быть отдельное видео сделать. А Краснодар? Краснодар – это, правда говорят, это большая деревня. Не в обиду всем, кто любит Краснодар. Я совершенно понимаю. У кого-то… Это просто вот не мой город. У кого-то, видимо, он очень любимый. Для меня это немножко не мое. Он какой-то показался мне узким, шумным. Ну, как бы у нас больше проспекта большие. У нас улица даже центральная наша. Большая садовая. Она четырехполосная. Она какая-то более свободная. Здесь легче дышится, не знаю, как по мне. Ну, и, конечно, набережная. Наверное, просто ни в одно сравнение не идет. Я была в Волгограде. Я была в Краснодаре. И вот в Ростове. В Ростове самое лучшее из южных городов. Естественно, я не была в таких средней полосе России. Хотелось бы, конечно, там побывать. Уверена, что, может быть, где-то есть и лучше. Но на данный момент из всех южных столиц, ну, не считая, конечно, Сочи и всех курортных городов, я их не считаю. Геленджик, конечно, там шикарные набережные. Но не курортные города, а все-таки, мне кажется, Ростов лучшая, лучшая набережная. Если бы всех кто-то еще не был у нас, обязательно побывайте. Потому что того, чтобы здесь побывать, действительно. Что касается парка Галицкого, конечно, это просто выше всяких похвал. Если ехать в Краснодар, то только в парк Галицкого. Это просто как отдельная страна. Настолько отличается он от всего другого Краснодара. Он настолько ухоженный. Там так классно дышится. Там все такое. Ну, просто слов нет. Одни эмоции. И японский садик, конечно, да, стоит двух часов в очереди, которые я просидела. Я совершенно не жалею, что сидела там в очереди. Я так понимаю, что просто туда по-другому не попасть. Поэтому я была согласна и на это. В общем, там можно гулять и гулять. Мне он очень-очень понравился. И удивительно, самое удивительное, что это все бесплатно. Вот что удивительно. В общем, парк Галицкого – это нечто. Это единственное место, из-за чего стоит доехать в Краснодар, конечно. Ну, в общем, подруга сказала, я говорю, не жалею, что переехала. Она говорит, да нет. Говорит, я привыкла. Но она в центре практически не бывает. Она бывает только в своем районе. Как я говорила, он находится довольно далеко от центра. И ездит гулять. Если ездит, то ездит только в парк Галицкого. У нее есть машина. Машина у нее крутая. Она молодец. Ездит совершенно свободно по Краснодару. А я, конечно, в этом плане полный профан. В отличие от нее, она молодчинка. Вот. Так что я рада, что у меня есть такая подруга, что, если что, мы можем с ней видеться. Вот. И классно, что я съездила, развеялась. Конечно, хостел меня сильно разочаровал. Непонятно, почему люди такие хорошие отзывы на Яндекс.Путешествия. То ли они куплены, то ли я что-то не пойму. Потому что там были резко негативные отзывы, люди спрашивали, так кто им вообще ставит положительные отзывы. Как будто они реально куплены. Видимо, так и есть. Потому что хостел просто ужасный. Не скажу, что он там весь ужасный. Но вот туалет, ванна, меня очень сильно разочаровали. Кухня еще более-менее, но я там особо не была. Я так брезгливо ко всему относилась. Я быстренько зашла, в холодильник забрала свои вещи, быстро перекусила. И побежала по делам. Благо, я там была недолго. Ну, ладно, недорого. Зато у меня был индивидуальный номер. И если бы там был кондиционер, то, в принципе, все было бы еще более-менее. Ну, что было, то было. Надо бы, конечно, остановиться у подруги. Но я хотела в центре. Вот. Ну, я, в принципе, рада, что я сделала, развеялась. У меня, кстати, очень сильно отросли волосы. Вы видите? Насколько уже я красилась и стриглась в последний раз в начале мая еще, на Пасху. Вот. И вот в сентябре, в сентябре надо уже ехать, записываться, краситься и стричься. Потому что очень сильно отросли. Но мне так нравится мое окрашивание, что не видно границы. И скрывает седину. И вообще, ну, для меня просто идеальное эмилирование. Я очень-очень довольна своим, своими волосами, своим внешним видом. Вот. Но, правда, они мне сейчас начали лезть. Я опять заказала Миноксин, свой любимый, который меня спасает от выпадения волос. И периодически, раз в полгода, где-то я использую одну-две бутылочки. И, слава богу, выпадение волос у меня прекращается. По крайней мере, мне он помогает на 100%. Это для меня просто мастер-кейк, как я уже говорила, много раз. И выручает меня при выпадении очень сильно. И вот как раз весной, последний раз я его использовала, или даже зимой. И вот сейчас, как сезонное выпадение, у меня прям пучки вылазят. Мой голову меня это очень сильно расстраивает. Поэтому заказала. Сейчас пойду, кстати, заберу его на Яндекс.Маркете. На него там была самая лучшая цена. Вот. Ладно, буду дальше краситься. Расскажу вам про фильмы, которые мы посмотрели с Колей вдвоем. Для меня видите, какой яркий макияж будет. Кстати, классные тенюшки, про которые я вам рассказывала на Валдерес. Не знаю, рассказывала или еще расскажу. Они вроде выглядят очень-очень яркими, когда их наносишь. Но когда растушевываешь, получается вполне себе носибельно. Ну и я, конечно, их всегда смешиваю какими-нибудь другими цветами еще. Из моих кремов многочисленных теней. Добавила капельку еще вот этих розовых теней от Фанки Манки. Они очень похожи, кстати, по текстеторе. Только те голубые, а эти розовые. И при смешивании получается такой нежный-нежный сиреневый оттеночек. Видите, как красиво смотрится. Я полюбила такое сочетание. И довольно часто сейчас его использую. Если я хочу, чтобы оно было более голубое, я еще добавляю чуть-чуть голубых. И тогда уже макияж получается более голубой. А так нет. Так получается красивый сиреневый оттеночек. Вот. Что? Посмотрели мы в последнее время много сериалов. Я уже не помню. Я вам в последний раз тоже рассказывала, наверное, 300 лет в обед. Что мы вообще смотрели. Ну, много чего смотрели. Из последнего. Что помню. Потому что я уже, честно говоря, и не помню, что мы смотрели. А значит, досмотрела я сериал «Престиж». Я его смотрела сама, кстати, без школы. Начала смотреть еще весной, наверное, не помню. Потом что-то забросила это дело. И вот сейчас новинки наткнулась на него. Думаю, надо досмотреть. Очень мне понравился этот сериал своей необычной манерой. То, что это необычный сериал. Это русский сериал, но он сделан по типу отчаянной домохозяйки. Очень похож стиль. Что действие происходит в богатом русском, так типа рублевке, поселке. Называется он «Престиж». Там живут исключительно богатые люди. И там у них происходит серия убийств. И до сих пор, до конца непонятно, кто же убийца. Не то, что до сих пор и до конца непонятно. Я вообще не могла понять, кто же из них все-таки убийца. Это было очень необычно. Ну и в отчаянной домохозяйке было нечто подобное. Там тоже кто-то убивал и непонятно кто. Ну там тоже есть какие-то интриги всякие. И ревность, и измены. Очень прикольный, интересный сериал. И когда выяснилось, что кто действительно был убийца, я очень-очень удивилась. Это было неожиданно, да. Ну и вообще в манере происходит все это, как будто бабушка рассказывает на Новый год внукам историю. И вот это все он описывает. И вот такой закадровый голос, вот очень похожий на отчаянных домохозяйков. Так что если кто-то любит отчаянные домохозяйки, советую посмотреть. Сериал «Престиж» называется. Там Ирина Розанова снимается. Очень много разных. Ирина Дубцова. Там очень много известных популярных актеров снимается. В общем, классный, классный сериал. Действительно, советую, советую, да. Вот, потом с мужем мы посмотрели. Сериал «На автомате» называется. Он был в рейтинге «Кинопоиска». Я обычно по рейтингу смотрю, какой там лучший сериал. Ну и написано, что это была вроде как комедия криминальная. Ну и решили посмотреть. В общем, сериал про двух братьев, которые находят вклад с оружием, схрон, так называемый. И вот что они решаются с ним делать. Как это все происходит в каком-то маленьком астраханском городке, я так поняла. И, в общем, все это так закручивается, закручивается. В принципе, ничего там такого особого нет. Страшного я имею в виду. Сериал действительно прикольный. Нам с мужем понравился. Не скажу, что прямо очень сильно. Но, в принципе, посмотреть вдвоем, провести время довольно неплохо, так скажем. Серия интересная. Не сказать, что сильно закрученная. Ну и все так более-менее нормально закончилось. Так что могу посоветовать тоже прикольный сериальчик. Вот еще я смотрю сериал «Игры», который вышел про Олимпиаду 80-х. Ну, он, конечно, несколько неоднозначный. Немножко есть там много несостыковок, вернее, всяких. Писали, что у него не очень хороший рейтинг из-за того, что много непродоподобного или там каких-то там пропаганды, наоборот, какая-то антироссийская там. Ну, не знаю, я ничего такого особо не заметила. В принципе, а в целом мне интересно было, как это все происходило. Я как раз в 80-м году родилась, как раз когда игры Олимпийские вышли. И было интересно. Вообще мне интересно наблюдать. Я сейчас, по-моему, 3 или 4 серии только посмотрела. Там еще какая-то вышла, а еще не хотела посмотреть. Так что, в принципе, ну так, пока 50-50, так скажем. Не скажу, что он мне прям очень понравился. Ну, в принципе, смотреть довольно интересно. Сюжет интересный. В общем, там тоже идет, как Америка настраивала пути в Советского Союза, когда вошли войска в Афганистан, и они сказали, что мы будем игнорировать ваши Олимпийские игры. И вообще не будут они проводиться в Москве из-за этого, из-за того, что вы, типа, оккупанты. Ну, очень похожая ситуация. А я, например, не знала об этом. Что, оказывается, очень тяжело было провести Олимпийские игры в Москве в 80-м году. Оказывается, такая же ситуация была похожа. Вот. Что касается тинта, у него, кстати, очень приятный привкус малинки или что-то какого-то клубники. Что-то очень приятное. Вообще, это как бы, как будто бы не тинт, а как будто жидкая помада. Он совершенно не сушит у губы. Совершенно просто. Очень приятный на губах. Ммм, такая приятная, в общем, увлажненность. Как будто блеск или что-то нанесла такое. Но вот он выглядит вот так. Но когда ты его смываешь, вот он потихоньку сходит в губы и остается вот такой тинт, действительно. Поэтому он, собственно, называется тинт. Ну, приятный. Мне нравится. Его удобно поправить на бегу. Он не сушит губы, как я уже сказала. Очень комфортный, приятный. Классный. Мне нравится он. В общем, я не жалею, что взяла. Так что, если вы видите, кто-то любит такую вот текстуру увлажненную на губах, но при этом тинтующую, я такое люблю. Так что могу посоветовать. Мне нравится, как он смотрится на губах. И у меня оттеночки 0,5. Это такой нежно-розовый оттенок. На каждый день розоволиловый, как я люблю. Я еще делаю ободку. Тогда получается еще лучше. Но он такой не яркий совсем. Я люблю поярче, поэтому я добавляю иногда что-то из своих клубничных любимых тинтов. Капельку, например. Чтобы цвет губ был поярче. Вот мой любимый тинт. Клубничка. Он более яркий. Конечно, насыщенный, более пигментированный. Я буквально капельку наношу на центр губ. Вот и уже губы становятся более заметные, так скажем. Это как-то смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok